Привет-привет, воины света и тьмы! С вами Сибила и новая порция новостей с фронтов и Орзей. Чего-то прям нового и масштабного на этой неделе не было, но немного маленьким уловом я вас порадую, друзья. Несколько дней назад разрабы публиковали сообщение о том, что сворачивают лавочку в плане поддержки и нормальной работы игры на операционной системе Windows 7 32 бита и macOS 32 бита соответственно. Это говорит все о том, что если вы еще пользуетесь данными 32 битными операционными системами, то со временем у вас могут возникнуть проблемы с запуском игры и прочие технические неполадки самой игрой. И соответственно, чтобы избежать такого, то рекомендуется обновиться до 64 битной версии 7 и macOS соответственно. В случае, если ваше железо не позволяет это сделать, то играть вы конечно сможете, но насколько долго неизвестно. Сделано это было в первую очередь из-за того, что безопасность системы уже подвергалась довольно-таки сильным, скажем так, атакам, уязвимостям, ну и в принципе из-за того, что ядро там очень устаревшее. Ну и сами понимаете, 32 бита, ну это уже не камильфо в 2022 году. На официальном сайте игры в системных требованиях сейчас уведомляют о том, что необходимо иметь как минимум установленную Windows 8.1 и выше, понятное дело 64 битную версию. Про семерку ничего вообще не сказано. Оно и понятно, так как ее уже официально никакими патчами не поддерживают и соответственно безопасность находится не в защищенном протоколе. То есть поймаете какую-нибудь уязвимость и только переустановка системы до 8.1 поможет от нее избавиться. Ну это скажем так грубо говоря. Точно не буду утверждать, что это так, но примерно это так и работает. Хотя опять же, не знаю как много людей пользуются той же 8.1. Поэтому ребзя, имейте ввиду, что непонятно как там дальше все будет с самой семеркой, даже 64 битной. Рано или поздно полноценная поддержка может пропасть и игра может попросту перестать запускаться. Но в любом случае, разрабы об этом обязательно предупредят. Кстати, напишите в комментариях, какой вы сейчас версией винды пользуетесь. Ну или возможно, даже кто-то пользуется macOS или Linux в качестве операционной системы. Будет интересно узнать, за что вы утопите больше всего, как говорится. Ну а по поводу 32 бит имейте ввиду. Работать то все будет, но насколько стабильно, никто не знает. Поддержка вам ничем не поможет, если игра будет постоянно вылетать, крашиться или будут какие-то возникать другие технические проблемы. Поэтому ребята, лучше обновитесь и не парьтесь на этот счет. Ну и куда же без новой информации по поводу наших любимых земельных участков, которые вроде бы вполне себе починились. Недавно прогуливался по окрестностям нашей жилой зоны и заметил, что заехало прилично так новеньких гильдий. Половина первого сабварда пополнилась прям так прилично, а то до этого мы сидели там в три гильдии, да и все. Как вы помните, результаты лотереи были опубликованы 16 мая, которая когда-то сломалась для тех, кто получил выигрышный номер 0. Выиграли даже те, кто забрал свои деньги. Но там будет все немного по-другому, об этом Ешид уже говорил. То есть дома заберут и заново переиграют. На халяву получить домик, при этом не заплатив деньги, ну не получится. Потому что, ну рано или поздно, ваш дом просто отберут. Потому что, ну, вы понимаете, да, на халяву получить домик это конечно круто, но нет, так это не работает. И соответственно игрокам нужно будет вновь подойти и проверить результаты, и там отобразится верный победитель по номеру. В процессе этого тестового обновления все работало отлично и отображалось без всяких нулей. Кстати, это дополнение как раз таки и вышло 16 мая, если вы помните, был небольшой хот-апдейт. Новый период результатов лотереи, в котором вы начали участвовать, состоится до 26 мая, 17.59 по МСК. И следующий цикл начнется в этот же день, 18.00 по МСК. Поэтому не забудьте проверить, если вы покупали билетик на покупку дома. Ну и понятное дело, если вы не подадите право на покупку земли до этого периода, то у вас не будет возможности участвовать в новом периоде лотереи. Короче, головняка выше крыши, честно говоря, с этой лотереей просто какая-то жесть сделали кашу такую просто жесткую. Но слава богу, что все починилось, и вроде как теперь будет работать все стабильно и хорошо. Но посмотрим, как будет там все дальше, вполне возможно какие-то новые косяки появятся. Например, когда фри-компани купит себе кучу домов, многие дома останутся, потому что индивидуального спроса намного больше, чем фри-компани спроса. И, скорее всего, опять это все дело будут смешивать вместе, потому что сейчас фри-компани это отдельные ворды и отдельные ворды для индивидуального использования. И понятное дело, когда они начнут это, скорее всего, смешивать, потому что домов будет не хватать для индивидуальных покупок, могут возникнуть какие-то еще новые проблемы. Ну, на что я надеюсь, что не произойдет такого. А вообще, если честно, из этих домов я очень сильно жду Island Sanctuary. Наверное, вы много про это слышали. Вот серьезно, хочу выращивать коровок, виноградик квадратненький, и попивать самое изысканное вино, смотря на закат вдалеке. Звучит просто... Ммм, здорово. Надеюсь, что отдельный такой хенд-контент привлечет в игру еще больше новых игроков. И, как сказал Ешида, это будет смесь эдакая Animal Crossing и Stardew Valley. Релиз планируется в патче 6.2-6.3, пока точной даты нет, ибо сами разрабы не знают, когда оно все будет готово. Планировали в 6.1, но перенесли на более позднее время. Поэтому, ребята, ждем, пусть все допиливают, чтобы все работало хорошо и прекрасно, зато сразу насладимся прикольным и новеньким контентом. И на этом все, друзья. Надеюсь, что пачка таких мелких новостей была для вас полезной. Не забудьте влепить лайкосик, подписочку и вкусный комментик, чтобы видосику было хорошо. Также не забывайте заглядывать в описание, там куча крутых всяких полезных ссылочек на мой Дискорд и полезные ссылочки для игры, которые помогут вам в освоении этого большого и прекрасного мира. Be smile and happy, my friends. И увидимся с вами на просторах Эрзи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok